Как ни парадоксально звучит. Итак, вот это вот, я не могу расстаться в Беларуси. Почему? Значит, случилось, если говорить по порядку, то порядок был такой. Вот это вот. Сейчас скажу. Короче говоря, 12 рублей глаза резала. Мне присылает такую вот штучку. Вот она. А на ней, а как? Моя груша. То есть это фотография моя. Ладно, пригляделся, потер глаза. Думал, что такое 12 рублей. Я не продаю. Ну, кто-то свои фотографии продает. А под это оказывается в Минск. Ну, там, видимо, свои валюты. Поэтому 12 рублей для них, я не знаю, сколько это будет. Может, 120, может, 240, может, 500 рублей российских. Вот. Дело-то не в этом. Дело-то в Минск. А фотография моя. И меня тогда взял со злости и нажал сюда. Думал, это елки-пал. Опять. С одной стороны, там, помните, Минсельхоз, в котором, это, а, у нас все по рекламе, то у нас все хорошо пошли мы со своим сибирским садовцем. Так? Вот. Ну, тогда спрашивается, у вас что, на всю Белоруссию не нашлось, кстати, не только Белоруссию, не нашлось ни одно свое дерево, чтобы фотографировать? Это внушает подозрение, что это опять Польша. Так вот, смотрим. Я вот сюда нажал. Так? А это для того, чтобы вы... Это учеба. Вам придется с этим сталкиваться не раз. Я нажал, смотрите. Я просто в поисковике нажал следующие слова. Читаем. Вот они. Это я. Груша, лесная красавица, описание, фото, отзывы. Так? И вот высветело все. Уже видно, вот она. Кто сомневается от моей фотографии? Вот. Я сейчас не буду искать у себя моей фотографии. Я просто скажу. То-то, конечно, не моя ящика нику. Ставлю, уставляю. На глазах у всех через неделю тут будет 500 просмотров. Вот. Примерно. Это уже статистика. Итак. Сомнений нет. Мое. Нажимаю. Смотрите внимательно. Вот. А потом быстро-быстро я вас учу, как это делается. Чтобы вас не дурили. Вот. Меня научили, я вас учу. Другие размеры похожие. Нажал. Я уже пару раз мы это проходили. Ну, я же не виноват, что это. Меня просят прокомментировать. Что такое груша 12 рублей. Оказывается, белорусских рублей. Смотрим. Вот сейчас я начну рисовать. Внимание. Здесь Украина, Белоруссия, Казахстан, Россия. И черти где еще дальше, потому что есть этот шрифт непереводимый. Видно, что делается? Ростопловости, посадки, долгараду, загруши, лисово, красуни. В общем, понятно. Так вот. Значит. Вот эти все. Лесная красавица. Видимо, это Белгия, да? Она настолько редкий до сих пор для Украины, Белоруссии, России, Казахстана сорт. Так. Что у них не нашлось даже ни одной фотографии, ни одной фотографии. Поняли, да? Возвращаемся. Это короткий ликбез. Смотрим дальше. Вот это вот лесная красавица сорт. На моем саду. Видите? Вот. А это была самая первая фотография. Самый первый урожай. Ее было так много. Она красуется во многих этих у меня. Вот. Наверняка вот даже кому-то она уже глаза замужжалила. Но когда молодое дерево, то урожай выглядит вот так. До 400 грамм. Это бомба. Это... Вы знаете, ее как же тогда обозвали-то? Я видел 600-граммовое в СИЗОе в одном из садов. Это был тихий урожай. Как же она ее назвала? Не бомбой? Забыл. В общем, это чудо-чудес. Так вот. Следующие вот это уже украдут. Можете не сомневаться. В общем, вы поняли, как ищут, как проверяют и почему в Советской Белоруссии... А почему Советской? Сейчас поймите. Вот. И я не могу успокоиться. Мне сказали, спасибо, у вас же прекрасная книга. Она пригодится датчикам. Но нам она не годится. Ну, почему тогда в белорусах так такое? Значит, несколько лет назад я еще никак с ними не расстанусь. Почему? Потому что я думал, у меня будет все-таки какой-то выход, если на Путина это невозможно, то на Лукашенко, которого все-таки, ну, как так, более, что ли, как бы сказать, больше, как, ну, человечный, что ли, может быть, дойдет, все-таки дойдет. И вот мне однажды присылает эту самую газету, называется «Сельская Белоруссия». Она у меня в архиве есть. Вот. Что там было? Я думал, может, она уже закрылась. Нет. Вот, Википедия свежая, видите? Вот. Она еще есть, поэтому то, что я скажу, это не по-другому. Вот, допустим, Гаркун, тот самый замминистра, который отфутболил меня, ну, правда, похвалил, спасибо. Я ей сказал, у него где-то работает слышащий, умный, толковый, представленный в книгу. Но главное-то не это. Несколько лет назад мне присылают эту газету, как тут написано, крупнейшее издание в СМИ, вот. А мне было написано следующее. Это очень важно, и нас всех касается. Почему? Потому что, знаете, как, многие меня не выносят уже потому, что сама мысль, ну, как бы сказать-то, невыносима вот от того, что все, что они все здесь пропагандировали, оказалось все не так и не... Ну, неправильно, это не так, как говорить. И смертельно, если говорить честно. И вот там было следующее. В Белоруссии был заложен яблоневый сад. Я цитирую по памяти. Значит, в сад было затрачено столько-то денег. Там сообщались белорусские зайчики. Я не поленился, взял курс валют, пересчитал на доллары. Оказалось, 15 миллионов долларов. Так. Дальше было сказано, что через несколько лет сад погиб. Догадывайтесь, а? У вас же этих, господа, это, Гаркун, Гаркун, вот, вы не уволили бы вас. Я бы переживал, вот, потому что все-таки у вас умные люди подобрали. Вот, которые сказали, ну, правда, они сказали, что с Сибирсидонса не годится. Так вот, значит, в конце было сказано так. Сейчас начинается мероприятие по реанимации этого сада погибшего за 15 миллионов долларов. Представляете, какое-то садище было. Вот. Это было несколько лет назад. Я не верю ни Гаркуну, который говорит, что у них это самое, все согласно регламенту. Чушь это не регламент. Вот. Это так, как, это, я, нам давали машину, запорожец, автомобиль, по талонам, лучшим из лучших. Нам, причем, на Иске, еще в 80-е годы. В то время, когда весь мир ездил на этих, на Тойотах и на Мерседесах. Представляете, вот так и сейчас, вот и вот так же. Я не мог. Продолжение следует...